Итак, продолжим в отношении лечения больных раком почки. Надо сказать, что этот год весьма урожайным выдался в отношении исследований по лечению больных раком почки. Вы видите, что как минимум 4 исследования было озвучено результатом новых исследований по адювантной терапии. В связи с этим я позволю себе напомнить, почему мы решили проводить эти протоколы. Все дело в том, что выделяют группу высокого риска и промежуточного высокого, которые представлены на слайде. Ведь промежуточные высокие – это пациенты со стадией Т2 степенью дифференцировки 4, либо с аркоматоидной дифференцировкой, либо Т3 и любой степенью дифференцировки. А вот к высокой группе риска относят пациентов с статусом N+, метастаза в региональных лимфоузлах, и Т4. Почему так сильно влияет это на наших пациентов? Посмотрите, в этом году на конгрессе АСКИ было представлено исследование из реальной клинической практики. 274 пациента, большая часть из них относились к группе промежуточного высокого риска. И вы видите, что выживаемость этих пациентов, синенькая кривая, это выживаемость промежуточного высокого риска, она была около 6,5 лет. А вот выживаемость больных высоким риском всего лишь 0,74 года. То есть меньше года жили эти пациенты, чуть больше, чем полгода. И, конечно, это требует дополнительного подхода в виде, возможно, адювантной терапии. Но вот если посмотреть даже на эту группу промежуточного высокого риска, то она тоже совсем неоднородна. Посмотрите, стадия Т3, grade 1, 2, 5-летняя выживаемость 63%, а вот наличие уже опухоли со степенью дифференцировки 3 приводит больного к выживаемости 50%, а наличие grade 4 и стадии Т3, соответственно, выживаемость в два раза хуже, всего лишь 28%. Это желтая кривая на данном графике. Также это влияет и на показатели общей выживаемости, как было показано в этом исследовании. Поэтому, собственно говоря, мы долгое время изучаем адювантные подходы. И надо сказать, что в эру таргетных препаратов было поведено тоже масса исследований. Я для того, чтобы напомнить, представил здесь на слайде, вы видите, изучался и эсерафениб, и сунетениб, и позапониб, и оксетениб. И только лишь одно исследование ЭСТРАК показало у строго отобранной группы пациентов преимущество выживаемости без прогрессирования, но общей выживаемости различий достойных найдено не было. Поэтому, конечно, исследования продолжились, и как раз в этом году озвучили результаты последнего исследования ЭЗР и таргетных препаратов. Называется оно Эверест, и в этом исследовании изучали эффективность адювантной терапии веролимусом у пациентов с промежуточным высоким и высоким риском. Вы видите, полторы тысячи пациентов включили, солидное количество. Группа контроля была просто находилась под наблюдением. При оценке выживаемости безрецидивной вы видите, что, несмотря на то, что кривые несколько расходятся, на самом деле статистически достойной разницы найдено не было. Если говорить про поиск групп, где, может быть, была какая-то эффективность, тем не менее, таких групп не нашли. Вы видите, есть только небольшое преимущество у больных из группы крайне высокого риска, которые не относились к пациентам с наличием хромофобного рака. И вот в настоящий момент мы, конечно, уже пребываем с вами в эре так называемых иммунных препаратов. И те исследования, которые были озвучены в этом году, как раз-таки 4 из них, они касались этих подходов применения иммунных препаратов в адеватном режиме. Всего идёт ещё 5 исследований. Я думаю, что результаты одного исследования в ближайшее время мы также услышим. Итак, каковы же были результаты этих исследований? Исследование Checkmate 914. Включено было 816 пациентов. Здесь включались пациенты со светлоклеченными и несветлоклеченными вариантами рака почки. Здесь были включены пациенты с промежуточным высоким и высоким риском. И, соответственно, было 2 группы лечения. Двойное слепое исследование, третья фаза. Соответственно, исследование предполагало, что исследуемая группа получит терапию неволумабом с эпилюмабом. Видите, дозировки представлены на слайде в течение полугода. А группа противоположная – это группа контроля, которая получала плацебо. Вы обратите внимание, что большинство этих пациентов, они относились к группе промежуточного высокого риска. Пациенты с наркоматоидными опухолями были включены тоже. Их было всего лишь 5%. И при оценке выживаемости безрецидивной оказалось, что достойных различий найдено не было. Выживаемость через 2 года состояла 76% в исследуемой группе неволумабом и эпилюмабом. И на плацебо 74%. Когда стали искать группы, которые, может быть, отреагировали на это лечение, оказалось, что независимо от того, какая это была группа, промежуточный высокий, либо высокий риск, тем не менее, различий не было. Только лишь пациенты с наркоматоидной дифференцировкой получили выгоду от терапии неволумабом и эпилюмабом, о чем мы знаем уже в отношении лечения больных с метастатическим процессом. Когда стали анализировать причины, оказалось, что, посмотрите, 33% больных были исключены из исследований за токсичностью, а вообще полную дозировку, полный курс этого лечения получили всего лишь 57%. Возможно, именно это могло повлиять и на результаты. Следующим исследованием было озвучено исследование Emotion 10, где изучалась роль уже препарата отезолизумаба, который используется в дозе 1200 мг каждые 3 недели. И предполагалось, что в этом исследовании лечение будет год после операции. Отличием от предыдущих исследований является то, что в это исследование были включены и пациенты, которым ранее выполнялась метастазикотомия, причем период выполнения метастазикотомии не должен был превышать 12 месяцев. Вот посмотрите, 14% больных, которым выполнили метастазикотомию. И большая часть пациентов относились к группе промежуточного высокого риска, это 64% пациентов. При оценке выживаемости безрецидивной мы опять видим, что достоверных преимуществ найдено не было. Кривые идут идентично для отезолизумаба и для группы наблюдения. Попытались найти опять же такие какие-то группы, где может быть есть ответ, но, пожалуй, кроме женщин никто не получил пользу от применения терапии отезолизумабом. Почему так получилось, не знаю, думаю, что это ошибка. Общая выживаемость также достоверных различий найдено не было, и в связи с этим, конечно, попытались проанализировать, вдруг эта терапия хорошо работает у больных с высокой экспрессией. Посмотрите, все типы экспрессии, PZL1 посмотрели, IC123, тем не менее достоверных различий нигде найдено не было. И еще одно интересное исследование было озвучено в этом году, это исследование PROSPER. В этом исследовании изучали переоперационную эффективность неволумабом. Что это значит? Предполагалось, что сначала происходит стимуляция иммунного ответа за счет значения однократного введения неволумаба в дозе 480 мг за месяц до операции. Затем пациенты выполняли оперативное вмешательство и переходили на введение неволумаба на протяжении 9 последующих месяцев. Группа противоположная, соответственно, получала просто наблюдение. На момент до операции 50% больных были с клинической стадии Т1, Т2, 15% с наличием метастазов в лимфатических узлах и 3% с метастазами отдаленными. После операции вы видите, что картина поменялась. 60% этих пациентов были со стадии ПТ3, ПТ4, 60% больных были с низкодифференцированными опухолями и 80% пациентов оказались с наличием светлоклеточного рака почки. Соответственно, это исследование завершили досрочно, потому что оно не достигло конечных целей, и этот подход не может быть использован у наших пациентов также. Попытались найти в различных группах хоть какие-то намеки на эффективность, но вы видите, что независимая степень дифференцировки, стадии и других показателей этого не удалось найти. И, пожалуй, единственным исследованием, единственной опцией, которая сейчас есть для наших пациентов в плане дьюантной терапии, является терапия пемболизумабом, которая была одобрена на основании этого исследования, Keynote 564. Это исследование, впервые мы услышали результаты его в 2021 году, а в этом году были доложены два сообщения в отношении более длитного периода наблюдения. Сейчас медиан наблюдения составляет 30 месяцев. Мы с вами видим, что в это исследование включили почти тысячу пациентов. Часть пациентов получали пемболизумаб в стандартной дозе 200 мг каждые три недели в течение одного года после операции. И пациенты из противоположной группы получали просто наблюдение. Соответственно, в этом исследовании, как и в исследовании Motion, были включены тоже пациенты с статусом М1 и удаленными метастазами. Вот здесь как раз представлена группа этих пациентов. Вы видите, здесь было около 6% пациентов в каждой группе, а большинство пациентов относились к категории промежуточного высокого риска. При оценке выживаемости безрецидивной оказалось, что через 2 года на 11% больных было больше живо без прогрессирования. Вы видите, что медиана не достигнута ни для одной из групп, но имеется статистически достоверная разница, и кривые с каждым годом все больше и больше расходятся. Когда проанализировали, какие же из групп получат наибольшую пользу, оказалось, что наибольшую пользу получили пациенты вот эти, эти пациенты, которым была выполнена метастазиктомия, а также пациенты из группы высокого риска. Конечно же, промежуточный высокий тоже была разница, но наибольшие и наиболее значимые результаты были для этих групп. Вот посмотрите, в частности, промежуточный высокий риск, разница в медиане безрецидивной выживаемости в 2 раза. В группе плацебо – 11, в группе пемболизумаба – 22 месяца. А для больных с метастазиктомиями медиана не достигнута, а для плацебо группы – 11,6 месяцев. Кроме того, посмотрели, влияет ли наличие саркоматоидного компонента в опухоли на результаты. В этом исследовании, вы видите, опять же доказали, что пемболизумаб был эффективен у пациентов, у которых гистологическая структура подразумевала наличие саркоматоидной дифференцировки. Мы с вами видим, что медиана безрецидивной выживаемости была не достигнута. Для плацебо она была около 40 месяцев. А если говорить про показатели двухлетней выживаемости, то видите, здесь на 20% больше больных были живы без прогрессирования в группе пемболизумаба. Это 72% против 52% в группе плацебо. Однако при анализе общей выживаемости вы видите, что кривые идут достаточно близко друг к другу. И говорить о каких-то статистически достоверных различиях сейчас мы не можем. Все дело в том, что финальный анализ будет проведен тогда, когда будет зарегистрировано 200 событий, то есть 200 прогрессирований и смертей у пациентов в каждой группе. Сейчас пока это по 60 пациентов в каждой группе, поэтому говорить о достоверных различиях в отношении общей выживаемости мы не можем. В настоящее время были доложены результаты по безметистатической выживаемости. Вы видите, что здесь достоверное преимущество было в пользу пемболизумаба. Через 2 года 80% были без метастазов и только около 70% из группы плацебо. И то же самое касается времени до первого последующего лечения, которое могло быть разным. И лекарственная терапия, и лучевая терапия, и хирургия в том числе. Достоверное снижение риска назначения этого последующего лечения было на 33%. Напомню, что в эру таргетных препаратов ни один из препаратов, который изучался, в частности два исследования с позапонибом и серафенибом, они не продемонстрировали достоверных преимуществ у больных с удаленными метастазами. И поэтому пемболизумаб сейчас в Америке и Европе уже включен для применения в адевантном режиме у пациентов промежуточно высокого и высокой группы риска. Ну и переходя к первой линии лечения, в прошлом году мы говорили о том, что исследование КЛИР было озвучено. В этом году более продолжительный период наблюдения, 33 месяца. Напомню, что применял схема лимотиниб с пемболизумабом по сравнению с сунетинибом, либо лимотинибом с эверолимусом. И мы видели с вами, что эта схема показала самые высокие показатели выживаемости без прогрессирования, что и было доказано сейчас при настоящем периоде наблюдения в более 33 месяцев. Медианная выживаемость без прогрессии на лимотинибе с пемболизумабом составляет около двух лет, а для сунетиниба только 9 месяцев. И вы видите, что независимо от групп прогноза, во всех группах прогноза имелись достоверные преимущества в пользу терапии комбинации лимотиниб с пемболизумабом. Общая выживаемость здесь, достоверные преимущества уже зарегистрированы для больных из группы неблагоприятного прогноза и промежуточного, а в отношении благоприятного еще не достигнуто необходимое количество завершенных случаев, чтобы говорить эффективно эта терапия там или нет. Тем не менее, мы видим, что медиана выживаемости пока не достигнута для лимотиниба с пемболизумабом, так же, как и для сунетиниба, но кривые достаточно убедительно расходятся. Если говорить про частоту ответов, то для этой комбинации была показана самая высокая частота полных ответов. Она увеличилась по сравнению с предыдущими докладами и сейчас составляет 17%, а общая частота объективных ответов составила 71% для лимотиниба с пемболизумабом и в два раза ниже для сунетиниба. Отдельно были доложены результаты в этом году в отношении пациентов, которые закончили терапию лимотинибом с пемболизумабом. То есть через два года терапия пемболизумабом отменялась, и пациенты оставались на лимотинибе. Вы видите, что кривая выживаемости продолжается, и порядка 50% больных живут около 4 лет. В настоящий момент, конечно, мы говорим о том, что для рака почки появляются новые опции, новые комбинации, триплеты, новые препараты с другим, иным механизмом действия. И первым исследованием в отношении применения триплетов стало исследование Космик-313. Это исследование подразумевало применение комбинации неволумаба, эпилумаба и кабазентиниба у пациентов со светлоклещенным вариантом рака почки, которые ранее не получали никакой терапии. 855 пациентов было включено, и группа контрольная подразумевала использование комбинации неволумаба и эпилумаба, которая уже прочно вошла в нашу клиническую действительность. Если говорить про комбинацию нево-ипикаба, то подразумевалась, как и ранее, терапия 4 введения нево-ипи, параллельно кабазентиниб 40 мг, и затем пациенты продолжали терапию кабазентинибом с неволумабом. Так вот, что же получили в этом исследовании? Во-первых, я хотел бы обратить внимание, что здесь преимущественно были включены пациенты из группы промежуточного и неблагоприятного прогноза. Большая часть, это 75%, это промежуточный прогноз и неблагоприятный 25%. Кроме того, в последних исследованиях по раку почки мы видим, что меньший процент больных, которые выполняли ранее хирургическое лечение, и в этом исследовании это тоже было 65%. При оценке выживаемости без прогрессирования группа с триплетом кабазентиниб, неволумаб и пилиумаб продемонстрировала достоверное преимущество по выживаемости без прогрессии. Видите, 57% больных были живы без прогрессирования в группе триплета и 49% на терапии нево-ипи. При этом снижение риска прогрессии составило 27%. Если говорить про разницу в различных группах, то увидите, что наибольшую пользу в этом исследовании получила группа промежуточного прогноза, в то время как группа благоприятного не получила достоверных различий. Кроме того, пациенты с отсутствием саркоматоидного компонента получали пользу и пациенты с меньшей опухолевой нагрузкой. Также пациенты с висцеральными метастазами имели пользу от применения этой тройной комбинации, но при этом пациенты с наличием метастазов в печени почему-то не получали этой выгоды, так же, как и пациенты с наличием костных метастазов. Если говорить про частоту объективных ответов, то увидите, что она составила 43%, в то время как на НИВе-ипи 36%. Частота ответов я озвучил. Вот здесь как раз представлена выживаемость пациентов из группы промежуточного прогноза на левой половине слайда и, соответственно, неблагоприятного. Данная комбинация почему-то плохо работала у этих пациентов. Почему? Возможно, можно найти на этом слайде. Видите, что 4 введения НИВе-ипи получили только 58% пациентов. Возможно, это как-то сказалось на результатах. Ну и говоря о токсичности, конечно, тройная схема была более токсична. Видите, 73% пациентов у них зарегистрировали нежелательное явление 3-4 степени тяжести. Исследований действительно много. Я знаю, но вот, например, исследование ПИВОТ-9, это тоже исследование третьей фазы. И здесь уже использовался новый подход. Это пропрепарат интерлекина-2. Бемпегалзделекин. У меня такое ощущение, что кто-то специально выдумывает эти названия. И он сочетался с неволумабом. А в качестве контрольной группы на выбор врача-исследователя можно было назначать либо сунентениб, либо кабазентениб. Кабазентениб. В исследование было включено 600 пациентов. Вы видите, что преимущественно это были больные промежуточного неповерятного прогноза. И это была основная цель. Так вот, когда стали оценивать частоту ответов, оказалось, что частота ответов при вот этой новой комбинации, она даже ниже, чем на тирозинкиназных ингибиторах. Всего 23%, в то время как на сунентенибе и кабазентенибе 30%. А если отдельно по препаратам брать, то на кабазентенибе было 38%. И когда проанализировали выживаемость общую, оказалось, что достоверных различий мало того, что не было найдено, так еще и показатель выживаемости на новой комбинации был хуже, чем на терапии тирозинкиназными ингибиторами. И единственная группа пациентов, которая опять получила пользу, это были больные с высокой экспрессией PD-L1. Ну, видимо, это очевидно, потому что оба препарата были иммунные. И вот как раз-таки еще одно исследование, которое, возможно, повлияет на нашу тактику, это исследование с белозутифаном и кабазентенибом. В прошлом году я вам рассказывал о том, что эта комбинация была эффективно использована во второй и последующих линиях, а в этом году были доложены результаты исследования LightSpark 3. Там было две когорты, вот одна как раз-таки с иммунотерапией, а в этом году озвучили результаты когорты 1 у пациентов, которые ранее не получали никакой линии терапии. Соответственно, белозутифан с кабазентенибом использовался в первой линии терапии. Были включены пациенты со светлоклещным раком почки. Предполагается, что 50 пациентов будет включено, но первый анализ, который был озвучен на Конгрессе ЭСМО в этом году, это анализ был посвящен 35 пациентам, которые были включены, но при этом медианное наблюдение уже 14 месяцев. Вы видите, что большинство пациентов были из группы благоприятного прогноза, 60%. При этом в этом исследовании были получены весьма впечатляющие результаты по ответам. Частота объективных ответов составила 57%. В группе благоприятного прогноза и того больше 62%. И частота полных ответов была несколько ниже, чем на современных комбинациях, к которым мы с вами уже стали привыкать. 6%, а в группе благоприятного 10% полных ответов. Но авторы обратили внимание, что эта комбинация прекрасно позволяет уменьшать размер измеряемых очагов. 94% больных ответили изменением размеров очагов. При этом выживаемость без прогрессирования через год составила 67%, а общая выживаемость 96%. И удивительным оставляется то, что эта комбинация была достаточно хорошо переносимой. Только 37% больных у них регистрировали нежелательное явление третьей, четвертой степени тяжести. Чего не скажешь о тройной комбинации, например. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ